Я с вами говорю на том языке, который вы понимаете. Ну отлично, это замечательно, что в Америке много людей, которые понимают по-русски. Да, есть такое. Как там живется в Америке? Ой, прекрасно. Прекрасно. Ну говорят, там Трамп всех замучил. Замучил? Его признали лучшим президентом за всю историю Америки. Ну он же там рамсит с этими белыми чертями из дома которых. Кто? Ну я шучу так, извини, может быть. Я из Новосибирска, из центра России. А вы откуда? В Нью-Йорке, из центра Америки. Из центра Америки. Я так и не долетел до Нью-Йорка тогда, когда была такая возможность. Ну ладно, может в следующий раз. Ты летишь и обратно не вернешься. Да нет, у нас тут тоже замечательно. У нас своя обычность-то есть в России такая, знаешь. У нас это замечательно, вы можете мне сказать? Ну что у нас замечательно? Ну, у нас природа хорошая. У нас мороз. Природа у нас не хуже. Погода хорошая, мороз есть, снега есть. У нас тоже самое. Тоже самое. Блин, ничем вас не удивишь, таких противных американцев. Вы не можете нас удивить, но абсолютно ничем. А, во, я чем вас удивлю. У нас продукты вкуснее. Во! Они натуральнее. Какие продукты? Да все подряд там, которые. Картошка, морковка, огурцы и прочее. Нет, тут огурцы может быть, да. Но картошка здесь такая картошка. Вы просто не знаете, значит. Не знаю. Ну, я шучу на самом деле. Так, не относитесь, когда вы совсем серьезно. Я понимаю, что там... Там просто смешно, когда вы говорите, что у вас лучше, чем в Америке. Ну, не лучше, но я думаю, что и в целом и не хуже. Ну, так не хуже. Дороги у вас хорошие? Дороги, вы знаете, местами хорошие. Местами не очень. Местами вообще их нету. Вот. А у нас очень хорошие дороги. Везде. Везде. Даже последний поселок какой-нибудь, куда бы вы не попали. Идеальные дороги, идеальные больницы, идеальные заправки. Да и цены у нас дешевле, чем у вас. Ну, я давно там не был. Поэтому не могу сказать. Ну, будем верить вам на слово, что... Ну, хотя бы бензин у нас в два раза дешевле, чем у вас. Что? Бензин? Даже бензин у нас в два раза дешевле, чем у вас. Да. Ну, у нас сколько тут? Ну, пол доллара литра бензина стоит, так скажем. Ну, чуть-чуть побольше, наверное, да. Ну, у вас бензин сейчас стоит 45-50 рублей за литр. Ну, 40-45-44, там, ну, где-то такие вот. А у нас на ваши деньги 24 рубля. На наши деньги даже 24 рубля. Ну, вот. Интересный вопрос. Надо будет удостовериться где-нибудь, поискать правдивую информацию. У нас бензин стоит доллара 60 за галлон. А это 4 литра. Это 4 литра, да. Потому что, скажем, ну, тут тоже, знаете, в мае у нас резко прыгнула цена на бензин, типа, там, на 10 рублей, считай, там, в некоторых случаях. Только на бензин у вас на все поднимают цены. Ну, что делать? Ну, поднимаются. А у нас поднижаются. Ну, вам, вам везет. У вас дефляция, у нас инфляция. У нас дело не в дефляции, инфляции, а в том, что у нас конкуренция здоровая. Люди выпускают, и чтобы продать, они снижают цены. Ну, этот процесс называется дефляция, я так понимаю, по-научному. Ну, вы можете называть это как угодно. Я человек не научный. То есть, ну, для покупателей это хорошо. Они ждут, когда цена будет самая минимальная, да? Ну, у нас цены, при наших зарплатах, цены у нас очень низкие. Ну, покупатели ждут, когда будет цена минимальная. Покупатели не ждут. Это продавцы. Все зависит от продавца. Вот он выпустил сейчас какую-то продукцию. Много. Рынок завален. Так что надо сделать, чтобы продать? Понятие цену. А через за этим понижают другие, чтобы у них тоже покупали. Не, ну, а кто же так выпускает продукцию, которая, как бы, оказывается, не востребована? Там же все... Почему не востребована? Востребована. Очень даже востребована. Просто я вам скажу, что если, допустим, грубо говоря, если я раньше покупал килограмм мяса на неделю, так сейчас я возьму пять килограмм мяса. Ну, это замечательно. Пять килограмм хорошего какой-нибудь там бекона австралийского. Замечательно. У нас свои свиньи есть. Бекона у нас австралийская. Мы покупаем только баранину. То есть она не вкусная. Вот местная баранина много вкуснее. Когда я был в Америке... Хотя австралийская баранина в два раза дешевле. Покупают почему-то американскую баранину. Наверное, вкуснее, потому что... Намного при том. Вот. Хотя, когда я был в Америке, для меня было удивление, что то, что нам подавали какие-то блюда в ресторанах, они все были безвкусные. Для того, чтобы их как-то снабдить вкусом, там, за кетчупом, еще чем-то там, перчили, солили там. И все это дело как-то тогда было съедобно. Удивительно так. Сейчас у нас то же самое. Так что, тоже приходишь как-то, поперчил, посолил там, кетчупом снабдил, вроде съедобно. А так, вкуса у пищи, как таковой уже, и у баранины, и у суедины нету. Я так понимаю. Или не умеете готовить. А я не готовлю, а просто про ресторацию говорю. Как вы там, понимаете? Про кафеши там и прочее. Про рестораторы я говорю о том, что, наверное, плохо готовят. Черт знает. Ну, на самом деле, бывает и вкусно готовят, и просто готовят там. У нас, например, я вам что хочу сказать, что мы ходим в нормальные рестораны, не такие вот дешевые, там, с обедаловки, а именно в хорошие рестораны, где готовят, как говорится, по-домашнему. По-домашнему. Такое блюдо, которое дают, это обалдеть. Ну, есть же разница там тоже фермерское и промышленное производство. Конечно, именно поэтому мы больше всего покупаем фермерское. Вот немножко дороже, но зато это и качество, и намного вкуснее. Ну, а насколько немножко дороже? Интересно, какая разница? Какой разбег? Я вам сейчас скажу, если вот ты берешь, допустим, ту же картошку в гипермаркетах, 30 копеек, 30 центов, а идешь, у фермера берешь, 50, 60 центов. Ну, то есть, почти в два раза считаете, да? Ну, да. До двух раз. Ну, то есть, ну, хороший разбег, в принципе. А, скажем, по мясу, сколько что стоит? Мясо, разница может быть в один доллар. Да. Странно. Если говядина стоит у нас 3 доллара, то если ты пойдешь на фермерский, ты за 4 доллара возьмешь, но ты возьмешь свежак, а не мороженое мясо, которое известно, сколько пролежало в морозильнике, прежде чем попасть в торговлю. Ну, согласен, хотя 1 доллар, в данном случае, это 30 процентов, это приличная разница. 30 баксов и 40 баксов, это уже как-то существенно... 30, 40 баксов. А все дело в том, что я вам скажу, что я не знаю ваши зарплаты, но у меня высокая зарплата, очень высокая зарплата, и поэтому я... каждый покупает так, как ему выглядит, так ему удобно. Не, согласен, у меня невысокая зарплата, я тут как-то... Именно поэтому вы будете ходить и покупать самое дешевое, правильно? Чтоб деньги хватили до конца месяца. А мы покупаем самое лучшее. Ну, я не думаю, что то, что я покупаю, не такое уж совсем плохое, что ли, качество. Ну, бывает и... Плохое. Бывают, конечно, разные покупки у меня, в принципе, недорогие и дорогие, в принципе, заходишь там. В магазинах все есть, в принципе, санкции работают, что называется. Сельское хозяйство оклемалось от этих самых... от европейской продукции отошли мы. Вот, так что все нормально. Давайте еще санкции, как Путин говорит. Давайте все вбедите, чтобы... Уж с полной спицы... Парни, на 50, конечно, у вас вообще будут проблемы, а как санкции работают, они потихонечку накладывают на вас санкции. Ну, знаете, вот лично для меня... Я вам скажу один вопрос. Я вам большое хочу сказать. Санкции мы накладываем не на жителей России, а на определенные структуры, на определенные компании. А они уже сами, само правительство, свои санкции наводит на вас. То есть повышает налоги на все, плюс цены дорожают у вас. Не, ну, это правительство Медведева такое, понимаете. Вот Путин сделал два неправильных дела. Бутин сделал два неправильных действия с тех пор, как его избрали в последний раз президентом. Это то, что он Медведева опять дернул туда, премьеры, и то, что он пенсионную реформу затеял, подобил, в конце концов. Ну, это лично мое мнение, и многие... Ну, я считаю, что санкции, они в любом случае бы были, но надо было бы действовать более решительно. В любом случае не было бы. Просто вы нарушили кучу договоров, напали на другое государство, и, естественно, санкции на вас из-за этого. Я считаю, что никто ни на кого не нападал пока еще. Пока еще? Ну, интересно, хотя бы возьмем Крым, Украина, Донбасс, Луганск. Неужели вы хотите сказать, что Крым вам подарили? Вы его отжали. Поэтому ни одна страна в мире не признает Крым? Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Советский Союз тоже не признавали. Ну, ничего. Мы как-то жили, выживали и развивались, и войну отстояли значили. И развалились. Советский Союз развалился, и Россия тоже развалится. Вы вот силой в Якутске задавили демонстрацию силой. Там должен был быть переворот, там уже народ дошел до черты. Жрать нечего. Якутия, богатейший регион, можно сказать, Россия. А Россия же сейчас оттуда берет сели в Москву, все. Ну, вы правы. Вы выборы, что ли, которые были тут в сентябре месяце, так, что ли? Про них говорите, что ли? Мы тут, знаете, как в тайге живем, в Новосибирске, ничего не слышим, ничего не знаем, наверное. Может, в Америке что-то более слышно там? Я не знаю. В Америке прогремело. То, что вбили на национальную гвардию, там поднялся народ, это стотысячная толпа народа была, которая почти весь Якуль поднялся, можно сказать. Они были против того, что они хотели дойти нам не 10%, которые вы оставляете, а хотя бы 30%. Ну, откуда такая информация? Я вот что-то вообще... Что весь мир об этом говорит. В Остолбе. Или у вас это запрещенная информация? Ну, если я ничего не слышал, наверное, запрещенная. Наверное, потому что в Якутии пересажали очень многих, а дело чуть ли до войны не нашло. Когда это было? Вот в этом году было, или может быть там что-то путаете? Месяц назад, еще месяц где-то. Месяц назад связано с выборами, что ли, губернаторов, там вот этих мэров и прочее. Выборами никакой обещания. Ну, во Владивостоке там была буча такая, на самом деле. Во Владивостоке вы что-нибудь путаете, может быть, да? Или национальную гвардию, или войска задавили. Сколько погибло, неизвестно. Сколько посадили, много. Ну, любопытная информация. У нас, по-моему, даже эхо Москвы и то что-то молчало на этот счет. Россия будет молчать, потому что ей это не выгодно. Да, блин, как не выгодно? Эхо Москвы там как такую информацию и дождь сливает, что просто ушло. Там денег не хватает, денег не хватает, как еще повысили пенсионный возраст, а люди не хотят и не могут работать в таких условиях. Дорог нет, ни черта нет, структура полностью все разрушено. Медицина в жопе. Ничего вы в него пускаете, вы только воруете, покупаете все заграничное. Своего у вас ничего нет. Вы еще хвастаетесь тем, что у вас все великолепно. Знаете, я вот тоже с украинцами беседую, они говорят, да у нас все отлично, вообще, все отлично. Как раз таки нет. В Украине война, поэтому там ничего отлично. И говорят, говорят, единственное, что война идет. А так все отлично, все замечательно. Новых кладбищ открыли, где там несколько тысяч человек лежат, погибшие, почти в один год. Военные с Донбасса и с Луганска. Мойчик их и Груздвестия отправляют в Россию. Или вы об этом тоже не знаете. У вас очень интересная информация. Просто вообще как говорится, Гугл из Америки. Вот это самое, слушаешь и удивляешься. Это из России. Я вам сейчас покажу, чтобы вы не говорили, что вас обманывают. Ну, я думал, давайте это... Кто там? Я вам скажу, сейчас сниму. Латынина там или кто там? Или там еще какие-нибудь... Я не знаю. Сейчас секундочку я вам это все покажу. Только сегодня я об этом смотрел. Да? Ну, что там? Дождь канал всемирно известный. Эхо Москвы. Вот. Это правда. Вежливые кладбища. Их там нет. Нетов в Колпино. Колпино. Кто? Кто автор? Скажите, пожалуйста. На каком канале? Я на интернете смотрю. Значит, канал на этот... Вот то, что вы говорили про захоронение 1600 могил. 1600 могил. 1600 могил. Написано фамилия и дата. Канал какой? Скажите там. Что это самое? Что? Сейчас. Ничего не понятно. Вот эти ряды. Песок осел. Значит, смотрите. Я вам просто прочту, что они тут пишут. Не, ну вы сайт скажите. Вы что, не можете сказать, что ли? Что вы скажете? Нет диктатуре написано. Я не знаю, что это за... Это самое. Ютуб-канал, что ли? На Ютуб-канале, да. Нет диктатуре. Нет диктатуре. Россия специально отправился под Питер, чтобы воочию увидеть масштабное кладбище в Кокрине, где захоронено более тысяч российских наемников, уничтоженных на Донбассе. Он до этого момента был уверен, что все рассказы о массовом захоронении уничтоженных русских добровольцев под Питером это фейк. Съемки были сделаны всего несколько дней назад за кадром русскомирец называют 12 октября. Шокированный, увиденный, мужчина рассказывает, что в Кокрине 1600 могил боевиков, многие из них были уничтожены в 17-м году. Вот найдите, просто... Не, ну... Не, я поищу, но сейчас мы с вами как бы поразговариваем, в общем-то, ну, любопытная информация. Ну, пожалуйста, вам опять включить дальше это, чтобы вы послушали? Ну, если вам нечего сказать, так это самое, то можно послушать, может быть, лучше я вас послушаю, или вы вопросы позадаете. Что-то зависло. Всем привет, привет, это я, меня зовут Сергей Денисенко, и после записи стрима с американцами из Нью-Йорка, из центра Америки, мне захотелось сделать некоторые исследования вопроса касательно бензина, касательно что такое кладбище Колпина, что такое волнение в Якутии. Давайте посмотрим, что у нас реально по этому поводу происходит. задаем вопрос гуглу стоимость бензина в США. Выпадает результатов много, какое взять из них, не знаю. Так, если измерять бензин в литрах, то цена будет одинакова в США и в России 0,68 доллара или 38 рублей. 38 рублей. Да, такая цена 23 апреля 2017 года. Да, такая цена в принципе в целом и была до мая этого года. Так, смотрим, что дальше. Что дальше? Какая стоимость? Вот, вижу какие-то снимочки. Кто-то там делал обзоры какие-то по стоимости. Ну, они тоже датированы 16 января 2018 года, 27 января 2018 года. Верите этому, не верите? Ну, давайте более свежие какие-то вещи просмотрим. Посмотрим. Вот, я вижу цены бензина по всему миру 15 октября 2018 года. Global Petroleum Price is Com. Ага. Ну, все, заходим туда, нажимаем и что у нас выпадает? Итак, цены бензина 15 октября 2018 года. Средняя цена бензина по всему миру составляет 1.18 US доллар за литр. Существует существенно разница в этих ценах между разными странами. Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть значительно более низкими ценам. Единственным исключением является США экономической развитой страной с низкими ценами бензина. Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями бензина. Все страны имеют доступ к те же цены нефти на международных рынках, но они предъявляют разные налоги. В результате цены бензина разные. Как-то перевод хреновый. Ну, ладно, смотрим дальше. Венесуэла самая дешевая страна с бензином 0.1 чего? 1 цент за доллар. Прикольно. Судан 13 центов за доллар. Иран 29. Офигеть. Египт 43. Туркменистан 43. Зейбадан 47. Что мы видим? Что мы видим? Итак, мир у нас Кыргызстан 0.67 Россия 0.69 В Кыргызстане даже дешевле. Итак, 0.69 у нас курс доллара какой? 65.35 вот наш калькулятор 65.35 умножаем 0.69 получается 45.0.915 Ну, что сказать? Вот по такой цене я лично не заправляюсь. На наших заправках ценник на бензин на 92 соответствует уровню 40 рублей 35 копеек на Газпроме. есть скидки, есть скидки и я заправляюсь по цене 38.80 вообще и хороший бензин. Кстати, так что имею полтора рубля еще скидку. Можно сказать. Так, смотрим дальше. Что же у нас? Какие цены в Америке? Так, смотрим, смотрим, смотрим. смотрим. Соединенные Штаты 0.84 Вот они Соединенные Штаты 0.84 Умножаем 84 Умножаем 65 35 Провняется 54 894 Но что-то в переводе на русские деньги на 10 рублей даже тут выходит дороже стоит бензинка в Штатах. Хотя, он, конечно, не самый дорогой. Не самый дорогой. Посмотрим, какие у нас самые дорогие бензины. Ого-го, там, ого-го, Егея, Егея, Хорватия, Великобритания 1.74, Германия 1.77, Швеция 1.77, Финляндия 1.80, Израиль 1.87, Монако 1.90, и замыкает все наше супер исследование Гонконг с ценой на бензин 2.21 цента. Норвегия 2.07, чуть-чуть уступила. Испания 1.96, Нидерланды 1.96, Греция 1.95. Ну что, у нас есть еще куда расти? Эй, эй, наши олигархи нефтяные, будем растить бензин дальше? Сволочи такие, ненавижу. Ладно, этот вопрос я считаю закрытым, решенным. товарищ из Америки поздравляю вас с Амрамши. Исследуем дальнейший вопрос. Что у нас там делается с волнениями в Якутии? Очень важный вопрос. Задаем вопрос в Гугле. Волнения в Якутии. Что нам дает Гугл? Первые межнациональные столкновения эпохи перестройки. Тогда в апреле 86. Народные волнения СССР 85-89 год. Декабрьские события в 86 году массовые беспорядки в Якутске прошли учения. Избиение студента 86 Так, ага, массовые беспорядки уже спутник. Берем, смотрим. Массовые беспорядки в Якутске прошли учения. Ага. Вот они эти массовые беспорядки в Якутске прошли учения в Восправительной колонии. Ну, 26 сентября. Ну, месяц назад практически. В середине сентября. Так. Прочитатель, не прочитатель. И так уже все понятно. Восправительной колонии номер один якутская провели учение по ликвидации массовых беспорядков, сообщает пресс-служба УФСИН по Якутии. Отметив, что в маневрах участвовали сотрудники службы исполнения наказания Росгвардия и МВД. Ну, такие вот снимочки. Да, по легенде учений двое осужденных отказались. Ну, понятно. Все может быть с нашими исправительными трудовыми колониями и нетрудовыми в том числе. Все что угодно. Почему бы нет? Все можно сделать. Так, вот такие учения проходили. И вот какие комментарии. Судя по фото, тренируются против народных массовых беспорядков. Вряд ли зэки будут уходить на честный бой в поле. Они скорее в бараках устроят баррикады и будут там сидеть. Ну, были такие беспорядки у нас. Помнится, да. Чуть ли не целая тюряга восставала там против чего там. Так, тренировались на осужденных. Тем не резон сопротивления оказывать. Так как УДО не будет светить. Реальные беспорядки. Выстрелили за учения. Полицейская с рублевками смотрелись. Так, ну, похоже, как-то и второй фейк тоже удалось раскрыть. Простым и легким способом. Итак, что у нас еще остается? Какие у нас еще остаются, значит, по поводу кладбища в Колпино. Ну, давайте в кладбище в Колпино посмотрим, что же такое у нас. Итак, кладбище в Колпино. Набрали в Гугле. Смотрим, что нам Гугл выдал. Какие видеоматериалы мы можем своими глазами посмотреть. Надписи такие. Это правда. Вежливое кладбище. Их там нет в Колпино. Ютуб. Два дня назад. Чили Пейперс. Кладбище в Колпино. В России нашли массовое захоронение. Новое Колпинское кладбище. СПБ нервным не смотреть. 13 сентября. А это даже 19 мая 2015 года. Новое Колпинское кладбище нервным не смотреть. Кладбище в Колпино. Три дня назад. Объяснение по кладбищу в Колпино. 17 часов назад. Добавлено Елена Васильева. Как? Неужели? Неужели Елена Васильева восстала из мертвых? Ее уж похоронил известный блогер Анатолий Шарий. За ее фейки. За то, что она похоронила сама. Какую-то очень известную футбольную команду. На каком-то кладбище. Ну надо же. Какой сюрприз. Какой сюрприз. Продолжаем смотреть дальше. В России внезапно нашли 1600 могил без имен. Так. Кладбище в Колпино. Неизвестные могилы. Не фейк. Да. Два дня назад. Ну тоже свежее. Все такое свежее. Давайте вот это и посмотрим. Тем более, что час сорок. Минута сорок пять. Это же недолго. Давайте глянем. Что же такое кладбище? Вот так вот. Смотрим. Давайте смотрим. Просто знай. Вот я на новом кладбище Холкинском. На новом кладбище, который находится на Пантонной улице. Сегодня у нас 12 октября 2018 года. И вот то, что и говорили про захоронение 1600 могил. Написано фамилия и дата. Дата рождения, дата смерти. То, что ничего не понятно. Вот эти ряды. Песок осел. Вот это кладбище здесь. И на той стороне вот еще столько же захоронений. Кто-то находит родственников, ставит кресты. Горбачев. В.А. 86-й год. 86-й год рождения. 71-й год рождения. В августе 17-й захоронены. В принципе, разные. Да. Захоронены. Все это правда. Я тоже думал, что это фейк. Вброс очередной. Одни русские. Одни русские здесь. 30-е, 07-е, 17-е. 9-е, 05-е, 17-е. Посмотрели, убедились. Кладбище есть. Реально кладбище есть. Кто там захоронен? Горбачев захоронен. Я бы, честно говоря, еще бы и раньше захоронил. Особенно Михаил Сергеевичем. Извиняюсь за черный юмор. Так. Значит. У меня такой вопрос к чуваку, который тут что-то там языком трепал. Ты когда вообще на могиле предков был в последний раз? Когда ходил на могилу предков, цветочки возлагал или там День памяти на Троицу? Наверное, ты ни разу не был на этой могиле. Если бы ты был, ты бы видел бы эти захоронения и раньше. Потому что это захоронение людей, которые захоронены за счет государства, потому что не нашлись родственники. Есть такие категории людей, которые хоронятся на этих кладбищах, на городских кладбищах. И на всех кладбищах есть такие участки, где они хородятся. Когда я бываю на могиле своих предков, я прохожу мимо таких захоронений и вижу, что действительно все очень просто. Могилка, какой-то знак и надпись, номер на могиле. Все. Это было и 10 лет назад, и 5 лет назад, и сейчас продолжаются такие захоронения. И не надо их выдавать за что-то там, за то, что это какие-то могилы захоронения Министерства обороны. Не надо. А надо просто почаще бывать на могиле своих предков. И тогда эти проблемы, и тогда эти видосики не будут поганить все эфиры и захламлять весь Ютуб. Советую всем почаще бывать на могилах своих предков. Тогда будете знать кое-что и о захоронениях так называемых людей без родственников. Такие захоронения есть везде. Хоть в Москве, хоть в Питере, хоть в Новосибирске, хоть в Томске и так далее. Если бы вы были на кладбищах, то вполне могли видеть их. Потому что их весьма много. Состряпали очередной фейк от Васильевой. Едьте на другие кладбища и найдете еще вам мой совет. Ну что, считаем, что мы разоблачили и третий фейк нашего американского визари партнера. И будем дальше работать в этом же направлении. Всем всего хорошего.